Две недели назад у нас было то же самое. Пользователи мессенджеров пересылают друг другу рассказ о живущей в Италии, россиянке о военной медицине, грузовиках трупов и звоне колокола. Много ли правды в алармистском посте, набирающем вирусную популярность, и может ли нерабочая неделя в России действительно перерасти в карантин по-итальянски? Об этом Андрей Ромашков. Рассказ о катастрофических масштабах вспышки коронавируса в Италии и о жизни в условиях тотального карантина, подписанной с любовью ваша Полина, имеет все признаки фейка. В тексте слышны панические нотки, его пересылают друг другу в мессенджерах, перепечатывают от своего имени пользователи соцсетей. Тем не менее, автор поста — реальный человек. Это живущая в Ломбардии россиянка Полина Головушкина. В оригинальной публикации женщина рассказывает, что еще недавно Италия относилась к введенному карантину так же, как Россия. Многие ворчали, мол, очень жесткие меры, не вполне оправданные. Но теперь, всего две недели спустя, страна переживает кошмар, от которого невозможно проснуться. Как это описывает россиянка, на севере Италии тела вывозят грузовиками, грузовиков не хватает, умирают даже могучие, как быки, мужики с сильным иммунитетом, а звук колокола, звонящего по погибшим, въедается в уши. С литературной точки зрения пост написан очень сильно. Вероятно, именно поэтому он обрел такую популярность в российских соцсетях. Но имеет ли он отношение к реальности? Связаться с рассказчицей нам не удалось. Но вот что рассказывает жительница той же ломбардии Анастасия. В данный момент мы все успокоились. Люди дисциплинированы себя дома. Мы приняли, что по-другому мы не сможем убедить эту болезнь. Поэтому даже в тех же магазинах становятся очереди людей, без никакой паники. По пять человек заходят, пять выходят. То есть люди спокойно стоят. Изначально, да, поднялась паника, и люди скупали все. Но теперь, смотрю, что все очень спокойно. И спокойно стоят в очередях, все прекрасно понимают, друг другу помогают. Поэтому Италия, на мой взгляд, и не только на мой, она просто поздно спохватилась и не сразу поняла, насколько это все критично. То есть мы продолжали жить, как ни в чем не бывало. На самом деле очень-очень много людей было заражено. Несмотря на откровенно алармистский тон поста Полины Головушкиной, женщина вполне корректно описывает таймлайн введения профилактических ограничений в Италии. Январь. Первые случаи. Закрытие авиасообщения с Китаем. Все гуляют. Февраль. Сотни зараженных. Локальные карантины. Остальные гуляют. Первая неделя марта. Диагнозы исчисляются тысячами. Закрывается школа и университеты, но карантина все равно нет. И только 11 марта, две недели назад, происходит выключение экономики. И россияне, как утверждает рассказчица, даже понятия не имеют, что их ждет через несколько недель. Насколько реалистичен такой прогноз? Рассуждает директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Я считаю, что не будет такого сценария, потому что у нас, во-первых, другие условия, у нас будет свой сценарий. Во-вторых, у нас система противоэпидемического надзора совсем по-другому устроена и работает. В-третьих, у нас уже были заранее введены меры, и сейчас они более жестко принимаются. Хотя считается, что мы примерно на 2-3 недели отстаем от темпов роста в европейских странах. И вот сейчас, собственно, очень ответственный момент, когда все зависит от выполнения всех условий профилактики карантина для того, чтобы предотвратить дальнейшее разворачивание и вовлечение большого числа заболевших. Несмотря на преувеличение, панические нотки и общий посыл Полины Головушкиной, мол, Россия, готовься к апокалипсису, концовка у поста вполне примирительная и адекватная. Цитата. «Я не призываю паниковать, но умоляю вас. Свои привычки нужно изменить сейчас, так как через пару недель будет поздно. Выходите из дома редко, по крайней необходимости. Носите маски, мойте руки, дорожите своими близкими». Конец цитаты. Собственно, примерно к тому же призвал россиян Владимир Путин.